Аллилуйя, 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 Слава Тебе Господь, Слава Тебе Бог Богов, Царь Царей, Господь Господствующих, Аллилуйя. Боже великий, Ісусе коханий, Серцю моєму найбільше жаданий, Боже мій, Боже мій, Мій коханий Ісусе, Мій коханий Ісусе, Аллилуйя, Аллилуйя, Благословен Бог наш, Царь Всей Вселенной, Благословен Господь Бог Всемогущий, Аллилуйя, Аминь, Аминь, Аминь. Да, друзья, слава Богу, так, отмытил здесь тоже, приветствую всех вас, всех именем Господнем, именем Иисуса Христа, благословляю, приветствую всех, всех любящих Господа. Сегодня вечер, 16 февраля 2019 года, и сегодня, по милости Господней, имею возможность продолжать такие включения, прямая трансляция с вечерней молитвы здесь, в нашей Киевской архипископии. Люблю Киев, благоставляю Киев, пусть здесь на берегах Днепра, луна и песня, Иисусу слава, Иисусу слава, Аллилуйя, Аллилуйя. В этой вечерней молитве, в этот вечерний час я приготовляюсь к собранию завтрашнему, утром у нас благослужение, здесь в Киеве проходят в арендованном помещении на улице Леонида Первомайского 6, это предприятие УТОС. Адрес я выставил в сообщении, сейчас опубликовал здесь, прямо в трансляции, вечерней молитвы на Ютубе. И завтра отца Виктора не будет, к сожалению, я объявлял ранее, что он обещался быть и что он будет в воскресенье это, но вот мне пришло сообщение от нашего отца Алексея, нашего благочинного, который, к сожалению, вот так вот, ну да, известил меня, что, к сожалению, не сможет быть отец Виктор с нами снова и в это воскресенье. Я не знаю пока деталей, что там произошло, почему он не сможет приехать к нам, вот, с Черкасской области, он приезжает к нам, так, не часто, но приезжает, посещает, вот, бывает через воскресенье, вот так вот, но в этот раз снова не получается у него что-то приехать. Благоставляем отца Виктора нашего, священника, там в Черкасской области, всех святых благоставляем и в Звенигородке, и в других там населенных пунктах по Черкасской области, слава Богу. Сам наш протеерей Алексей, благочинный наш, он будет завтра, и я, ваш покорный слуга, также буду на служении, как татары говорят, иншаллах, или как Яков говорит апостол, если Богу будет угодно, будем живы-здоровы, то совершим мы это. Вот, и, как сказано в Писаниях, и был вечер, и было утро. Вот наступил вечер, начало нового дня, начало нового дня. Воскресный день, первый день творения, создания всего мира, мироздания, это очень торжественно, очень прекрасно. Вот, и говоря о шаббате, говоря о субботе, о дне своем, Господь в Писании говорит, помни, да, а в другом месте сохраняй, соблюдай. Помни, вот, действительно, каждый день нашего бытия, земного, мы помним о Божьем творении, мы помним о сотворении Бога. Что Он Божьем, что Бог сотворил этот мир весь, что отворение Богом всего этого мироздания. И Он сотворил весь этот мир, видимый, невидимый, слава Ему за все. И сегодняшним вечером также, вот, рассуждаю о теле и крови Христа. Для меня это моя тема главнейшая вообще, это тема бездонная, это тема для размышления, рассуждения о жертве Голговской, для рассуждения о крови моего Спасителя, который я искуплен от суетной жизни, от греха и проклятия, беззакония. Я спасен благодатью Бога через кровь Иисуса Христа, жертвенную святую кровь. И как же мне об этом не говорить, как же мне об этом, как же мне в этом не жить вообще? Да никак, я только об этом говорю, только этим и живу я. И Христа распятого, воскресшего и вновь грядущего прославляем ныне этим вечером святым. Слава Богу, и вот буквально перед молитвой, оно само собой вспомнилось, вот эта песня вспомнилась. Прекрасная песня, я ее слышал много раз в разных исполнениях. Аллилуйя. На украинской мове. Боже великий Иисусе коханий, серцу моему найбільше жаданий, Боже мій, Боже мій, мій коханий Иисусе. Аллилуйя, аллилуйя. Благословен Господь Бог наш, благословен Спаситель наш, искупите рода человеческого. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся, слава Иисусу Христу навеки, во все веки и роды слава Ему, Богу Святому. Аллилуйя, аллилуйя. И здесь на земле славим Бога и вечности, и вечности будем прославлять нашего Искупителя. Аллилуйя, аллилуйя. Он кровь свою пролил за нас. И два тысячелетия тому назад, хотя для нас, для человеков, это огромное количество лет, два тысячелетия, шутка ли? Но в глазах Бога Всемогущего написано в Его, летоисчисление это как будто бы два дня. Да, тысячи лет, как один день для Него. Но, как бы, как не исчисляй с позиции неба или с позиции земли. О, самое главное, свершившееся два тысячелетия назад, совершилось в вечности. Это самое главное, самое великое. Потому как Иисус и Ишуа есть агнец закланный от века. Спасибо Господу за все. Он искупил мир от греха. Аллилуйя. Ты искупил мир от греха. Ты дал ему любовь и свет. Зажег потухшие сердца. И дал надежду. Мы пред Тобою предстоим. И каждый дорог для Тебя За все, Отец, благодарим И превозносим Слава Тебе и величие. Слава в веках и народах. Сила Твоя безгранична. Милость Твоя во все роды. Слава Тебе, слава, слава и хвала. Ты искупил мир. Ты искупил мир, Бог искупил мир от греха. Аллилуйя. Бог искупил тебя и меня. Зажег потухшие сердца и дал надежду Мы пред тобою, мой Бог, предстоим И каждый из нас дорог для тебя За все, Отец, Ава, Отче, благодарим И превозносим Слава тебе и величие Слава в веках и народах Сила твоя безгранична Милость твоя во все роды Слава тебе и величие Слава в веках и народах Сила твоя безгранична Милость твоя во все роды Спасибо тебе, Господь, за все Благословен ты, Царь наш, благословен Господь Бог Израиля Бог великий, Бог Авраама, Исаака, Якова Бог патриархов и пророков Свершивший Господь Великая Божия Свершив 3331 год тому назад Великий Исход Из Царства Тьмы Вывел народ Свой, ополчение Своё Из мрака, греха и проклятия И Господь, Бог Всебогущий Ты, Бог Исхода И ныне, сейчас Как тогда Через Моисея Ты совершал Великий Исход Сегодня Много более величественный Исход Ты совершаешь через Сына Своего Единородного Своего Через Иисуса Христа Праведника Великий Исход Из Царства греха и беззакония Из Царства смерти В Царство жизни В Царство света В Царство возлюбленного Господа нашего Иисуса Христа В Царство Сына Своего Боже Всемогущий И это Царство Государства Церковь Бога Живаго Столб и утверждение истины Народ ревностный, святой Боже Всемогущий Рожденные свыше люди Господь Знающие Тебя Усиливаются и начинают еще более и более действовать Господь в Твоем Духе Святом Слава Тебе Благослови народ свой миром Благослови в этот вечерний час Господь всех нас Благослови И благослови сегодня хлеба преломления Причастия Евхаристию Наше рассуждение о величайшей святыне нашей О величайшей святыне Твоей О теле и крови нашего Спасителя Господа Иисуса Христа Аллилуйя Аллилуйя Аминь Аминь Есть уже сообщение какое-то пришло Написано Добрый вечер Пусть благословит вас Господь За ваши семинары по истории церкви Иисус Христос наш Господь Ему вся слава Аминь 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 Слава Богу Спасибо огромное за пожелания Вот и И вас благоставляю И добрый вечер Вам тоже И всем святым И Семинары по истории церкви Я Это моя любимая тема Потому что когда историю мы видим Глазами Бога Глазами Слова Божьего То действительно Она Видится нам Порой вообще не так Как Знаете ли Сильные века сего нам навязывают Как Религиозно-мафиозно-коррумпированные структуры Различные нам навязывают Как политики и религиозники Переписывают в угоду Мамоне Историю Но когда смотрим глазами Бога Глазами Слова Божьего Глазами Библии Пересматриваем историю Мы Действительно видим ее истинный смысл Смысл Истинный смысл нашего бытия вообще Как это Каваго Слава Богу Аллилуйя Благословение Господне всех вам Кто сможет завтра быть Ну Утром На служении То как раз Мы Там Я кое-что буду говорить Продолжать И тему эту продолжим Даст Бог Если получится все технически Я сам Как бы Вот Справляюсь Пока вроде как получается Делать трансляции Значит И если там Мобильный интернет Который вот На телефоне Если вытянет То Завтра тоже с утра В 9 утра Подключусь на Служение В трансляции прямой Но в 6 утра Здесь Хороший интернет на квартире Поэтому Име возможность подключаться Поэтому В 6 утра Подключайтесь На молитву И потом уже в 9 утра На Там На Кловской Значит Будет служение Вот И еще даст Бог Завтра Уже после нашего собрания Еще и У Пастора Эльдара Мерзоева Моего старого друга Значит Азербайджанца Любящего Господа Иисуса Христа Такого Настоящего Мусульманина Настоящего Мусульманина В смысле Вероевангельского Мусульманина Веро-библейской Проповедника Слова Божьего Библии Святой Любящего Иисуса Масиха Иисуса Христа Как своего Спасителя Господа Своего Сына Божьего Искупителя Вот я бывал У него на собраниях В Москве Еще когда он был Значит Когда еще Ну Давно Давно Уже лет 10 Больше Больше прошло Лет 15 Наверное 20 даже Вот и Тогда было свободно В Москве Свободно Ну Не сравненно Свободнее Чем сейчас Конечно Сейчас К сожалению Притесняют Верующих Но Молимся Я верю Что Бог Все во благо Обратит Абсолютно А тогда Я был в собрании Там Кавказцев Ну Кавказская церковь Так можно было Назвать То собрание Как раз Пастор Эльдар Мерзоев Он как раз Вел это служение Там и армяне И азербайджанцы И Чеченцы И грузины Уйгуры Там Значит Там Кого Там Кто же еще был Дагестанцы Разные Дагестанских народов Там Очень много было Разных людей Разных национальностей В основном Кавказской национальности Люди были И вместе Славили Иисуса Христа Иисуса Сихо Проставляли Спасители Читали Евангелие Божье Слово Молились Отцу Небесному Богу Святому Во имя Иисуса Христа Мне очень было Приятно видеть Это собрание Бывает там К сожалению Тогда Да Это было давно Да точно Потому что у меня Даже камеры не было Тогда И к сожалению Значит Тогда я еще не имел Такой практики Вот записывать эти видео А теперь жалею Думаю Надо же Вот Если бы я раньше Максим Максимова СНЛ Директора Если бы тогда Послушался бы Вот Я бы Конечно Камеру с собой Брал бы везде Но как-то я Честно говоря Пусть Максим Меня простит Но я как-то Вот Слова его За хребет бросал То есть Как бы Думал Оно мне надо В церквях Во многих Где надо снимать Там и так Есть всякое Видеослужение И снимают Вот А где не надо Там видимо И не надо Вот Ну Я так рассуждал А потом все-таки Когда в Алмате был Вот Предпоследний раз У него Тогда он еще сам был В Алмате В Казахстане А то Сейчас он в США В Америке Вот И тогда я говорил Ну Мы с ним общались На эту тему А он меня убеждал Опять Возьми Купи камеру Даже простейшую Такую любительскую камеру Ну как у меня сейчас Допустим Да Но записывая все Чтобы Вот Ну для видеоархива Как бы было Думаю Почему бы нет Попробую Вот И вот несколько лет Я уже пишу Вот Все подряд Особенно когда Особенно когда Это вот Меня судили Значит Три года назад Получается Да Осудили Значит Неправедным судом В Петербурге Как религиозного экстремиста Какого-то террориста Там непонятно Кого вообще судили Не думал никогда Что буду на скаме Подсудимых Честно говоря За слово Божье Вот Но слава Богу Что именно за слово Божье судили И что Присудили штраф денежный Там Минимальное наказание Которое можно было Присудить Значит И Без вины виноватый Вот такой оказался Знаете ли Но Но Там Один из адвокатов Он сам лютеранский пастор Протестант Он мне посоветовал После того Старайтесь Говорит Вообще все писать Особенно когда в России Служите Все пишите Чтобы Значит У обвинений Не было Никаких там Зацепок Значит Что вот Можете предоставить Вот записи служения Вот И говорилось То и то Чтобы не было Никаких наговоров Знаете ли Но и тогда на суде Не было То есть Наговоры были Но факты Ему можно Для царства Для архива Потому что Некоторые школы Библейские Институты Кассет Кассет Таких Кассет От такого Аналогового Камеры Я не знаю Что там находится Потому что У меня и камеры Такой нет Это просто Кто-то писал По-моему В Курске По-моему Один брат писал На камеру А потом Дал мне Вот эти оригиналы Я их случайно Нашел Там пересматривали И думали Там на помойку Вынести Какой-то мусор И нашел Там эти кассеты Надо же Подписано Курск 2000 год Или 2001 год По-моему Тоже как раз Об истории Церкви в России Но Не знаю Что там Надо будет Просто отнести Я обратился В одну фирму Они сказали Что они не могут Оцифровать У них нету Такого там Такого специфического Адаптера Какого-то Ну может Надо еще кому-то Обратиться Может найдем И поэтому Кстати пользуясь Случаем Тоже хочу попросить Если у вас Какие-то кассеты Есть там С моими там Лекциями С семинарами То Каким-то образом Ну оцифруйте их Значит там Выставьте в сеть Чтобы я тоже Мог ими воспользоваться Вот Значит И скачать мог Так же Слава Богу Вот И Что скажу По истории христианства Семинары Такие проводил И собираюсь Вновь проводить Пока я здесь В Киеве Здесь сейчас Вот так Свободно Слава Богу Благодать Просто такая Вот То значит Такие семинары Собираюсь проводить Я Вот Завтра Даст Бог После собрания Здесь Значит Еще побываю У пастора Ильдара И еще Побываю Даст Бог Вот здесь Вот На Попудринку Значит В церкви Там у них здание Церковное Храм Христа Если Получится Арендовать Какой-то там Зал Помещение То Собираюсь тоже Проводить Вот Такие семинары Как раз По истории христианства Поэтому Ну заранее Приглашаю вас Уже Как-то так Слава Богу Ну а так Как в целом Эпоха Петра Первого Да Тоже И сам Петр Как носитель Духа Антихриста Да Очень-очень известная Личность Очень известная Эпоха Слава Богу Писалось Со времен Петра Первого В своде Законов Российской империи Писалось Следующее Что Глава церкви Его Императорское Величество Но Слава Богу Что ныне Мы Знаем Правду Истину Что Не Его Императорское Величество Не кто-то еще Сам Иисус Христос Является Главою Церкви Слава Богу Благоставляю Всех вас Дорогие друзья Братья Сестры И рассуждаем Сейчас Этим вечером О теле и крови Иисуса Христа О теле и крови Нашего Спасителя Господа У меня У меня У меня Вот Здесь За жизнь За жизнь Спасибо Господу За Иисцеление Освобождение Благословение На этой земле Идет война Война По сравнению с которой Война особенная Война Священная По сравнению с которой И Первая мировая И Вторая мировая И все войны Которые вело Человечество Они Ничто Война За души людские Война За сердца Человеческие Как вот Достоевский Федор Михайлович Писал Когда-то Давно Еще В 19 веке Своем Что Бог Идеал Ведут Борьбу О поле Брани Говорит Сердце Человеческое И Действительность И действительно Что Бог Он Дал человеку Вот Быть таким Ну Полем Сражения Определенным Дал Свободу Выбора Вот С другой стороны Я скажу По правде Бог Все совершил Уже Он совершил Победу Он совершил Спасение Наше И Все сражение Оно здесь Совершается И здесь Совершается Вот До тех пор Пока человек Не смирится И не Примет Божественное Прощение Божественное Исцеление Освобождение О Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Господь На самом деле Человек Ведет Борьбу Против Бога Богоборчество Оно Продолжается Вот Даже и В среде Которая Называется Христианской И церковной Идет Богоборчество Боремся Каждый Боремся С Богом И Человек Вообще Он за свою Историю За все Эти 5779 Лет Идет Против Бога И Казалось бы Конца и края Нет Этому Безумию Но Есть Великая Евангелие Победа Благая Весть Что Бог Во Христе Примирил Собою Весь Этот Мир Спасибо Тебе Господь За все Спасибо Тебе Господь Все Совершил Он Бог Мой Нам Дал Победу Дьявол Побежден И Смерть Не Влавствует Теперь Иисус Господь Наш О Аллилуйя Он Наш Спаситель И Он Царь Царей Иисус Христос Иисус Господь Иисус Христос Он Мой Господь Иисус Христос Ты Мой Господь Аллилуйя 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 Слава Господу Бог Мой Слава Тебе Все Совершил Бог Нам Дал Спасенье Дьявол Побежден И смерть Не властвует Теперь Иисус Господь Наш Аллилуйя Он Наш Спаситель И Он Царь Царей Иисус Христос Ты Ты Мой Господь Иисус Христос Царь И Спаситель Иисус Христос Друг Искупитель Аллилуйя Аллилуйя Все Совершил Бог Нам Дал Спасенье Дьявол Побежден И Смерть Не властвует Теперь Иисус Господь Наш О Аллилуйя О Иисус Спаситель И Ты Царь Царей Иисус Христос Мой Искупитель Иисус Христос Господь Освободитель Иисус Христос Царь Друг И Брат Мой Аллилуйя 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 Эй Аллилуйя 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 Слава Господу Аллилуйя Слава Господу Аллилуйя 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 Слава Тебе Господь Ибо так Ты возлюбил мир, что отдал Сына Своего, Единородного Своего, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Господь Святой, за то, что два тысячелетия тому назад Ты совершил искупление наше. Благодарю Тебя за кровь святую, агнца Твоего, которой я искуплен от суетной жизни, преданной мне от отцов. Благодарю Тебя, Господь, за нового Адама и Иисуса Христа, праведника, начальника нового человечества, новой общественной формации, которой до того просто-напросто не было. За Церковь Бога Живаго, за столб и утверждение истины благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Святой, за все, за все благодарю. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Господь, благодарю Тебя и благоставляю имя Твое, Боже. Аллилуйя. Все совершил Он, нам дал победу, дьявол побежден, и смерть не властвует теперь. Иисус Господь наш, о, Аллилуйя, Он наш Спаситель, и Он Царь царей. Иисус Христос, мой Искупитель, Иисус Христос, Господь Освободитель, Аллилуйя. Господь, благодарю Тебя за тело Твое, ломимое, на Голгофском кресте. Благодарю Тебя за то, что я также являюсь частью Твоего тела, вселенского тела Твоего, Церкви Святой Твоей. Боже, благодарю Тебя, что в моих жилах течет Твоя кровь. Боже, благодарю Тебя за жизнь вечную, дар Твой во Христе Иисусе. Благодарю Тебя, Господь, за все, за все. За все Тебя, Господь, я благодарю, Ты искупил от смерти душу мою. Господь, спасибо за жизнь вечную, за спасение, за исцеление, освобождение. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю, благодарю, Господь, слава Тебе. Благостави, Господь, благостави. Аллилуйя. Братья, сестры, рассуждаем о теле крови нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, Которому искуплены от суетной жизни. Размышляем об этом, принимаем причастие сейчас. Если у вас нет, у меня сок и хлеб, но если нет виноградного сока и хлеба, то я просто наливаю воды, просто воды, беру хлеба, неважно какого хлеба. Но самое главное, наше рассуждение, потому что причастие совершается не ртом и желудком нашим, а совершается умом и сердцем нашим. Наше рассуждение о теле крови Иисуса Христа. Просто принимайте тело и кровь Иисуса Христа, зная, рассуждая, что Иисус Христос умер за Тебя, за меня, за каждого из нас. Что Иисус Христос воскрес для нашего оправдания. Что кровь святая Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. И что Иисус взял на Себя наши болезни и немощи. И ранами Его мы исцелились. Аллилуйя. Я исцелен кровью Иисуса Христа. Я спасен кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего, навеки и веки. Слава Тебе, Господь. Тело Христа. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Тело Христово примите. Источника бессмертия. Вкусите. Аминь. 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 Здорово. Слава Тебе, Господи. Благодарю Тебя. Это восхитительно. Это удивительно. Просто удивительно. Amazing grace. Удивительнейшая. Просто восхитительная. Благодать Твоя. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо. Ты мой целитель. Ты мой освободитель. Ты мой искупитель. Спасибо. Я навеки Твой. Иисус Христос. Я навеки Твой. Господь мой, Бог мой. Я навеки Твой. Утешите мой. Спасибо. Спасибо. Аллилуйя. 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 Аминь. Аминь. Па. О, спасибо, Господь. Спасибо. 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 Спасибо, Господь. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь. Дар вечной жизни во Христе Иисусе. Благодарю Тебя, Господь, мой искупитель. Мой Господь и царь мой. Брат мой. Друг мой. Спасибо Тебя. За кровь святую Твою. Иисус драгоценный. Спасибо Тебе, Иисус. Возлюбленный, сладчайший Иисус. Слава Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Братья и сестры, благоставляю всех вас, дорогие друзья. Во имя Иисуса благоставляю сейчас свою семью. Благоставляю супругу свою, детишек наших, внука и внучку, которую ждем вот с дня на день появления на белый свет. Вас благоставляю всех во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Слава Богу. Бог благ и милостив. Аллилуйя. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю всех вас из города Киева, с нашей Киевской архиепископией. Божьей милостью и благодатью. Архиепископ Сергей Журавлёв. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Аллилуйя. Молитесь о нашей архиепископии, нашем братстве, за наших священнослужителей. Молитесь, друзья. И я молюсь Господину Жатвы в эти дни, пока здесь в Киеве у нас, в церкви. Молюсь Господину Жатвы, чтобы он выслал делателей на Жатву Свою. Жатву этого последнего времени. И что касается дела православной реформации, обновленчества, то Жатвы просто немерено. Делателей очень мало, критически мало. И я благодарю Бога за тех, кто есть, кто уже встал в это служение по призванию от Бога. И прошу Бога Всемогущего, чтобы Он призвал сейчас делателей на подмогу, делателей для служения великого. Миллионы душ сегодня нуждаются в этом действительно просвещении, спасении. Через веру в Иисуса Христа, нести Евангелие в народах православной культуры. Это архиважно, очень даже нужно. Об этом буду говорить и не только у нас здесь в Киеве, но и вот в эти дни пока здесь, в Украине, во Львове. Буду проповедовать через воскресенье, получается, через два воскресенья. Уже 3 марта, получается, да. Планирую об этом как раз говорить. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа. Аминь. За все тебя господи.